На совещании был представлен большой блок поправок, посвященный закреплению социальных норм. Они коснутся, например, пенсий. Выплаты сейчас индексируются, но Конституция этот вопрос пока не регулирует. Теперь в основном законе страны будет прописана гарантированная индексация пенсий не реже одного раза в год. Также в Конституции будет закреплено справедливое соотношение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Я просвитирую Владимира Владимировича Путина. Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Население уже активно обсуждает те позиции, которые касаются социальных гарантий, устройства политической системы и суверенитета нашей страны. Уточняются в новой Конституции пункты, касающиеся человеческих и исторических ценностей, статуса культуры, защиты семьи, материнства и детства, института брака. Ряд статей, в частности, об органах местного самоуправления, устройстве политической системы и суверенитете нашей страны будет дополнен и расширен. В общей сложности изменения будут внесены 46 статей. Правительство Хакасии проект закона о поправках в российскую Конституцию одобрило. Даты проведения остаются 22 апреля, который будет первым, чем днем, и который будет оплачен. Для избирателя всенародное голосование будет мало чем отличаться от привычных выборов. Гражданин России получит пюллетень, после чего примет решение. Новизна идея в том, что жители страны приглашают принять в публичном обсуждении поправок, вносимых в основной закон государства. Добавим, что досрочные голосования и голосования в отдаленных территориях также сохранятся. Эдуард Иванов, Дмитрий Щеглов, РТС.